На привокзальной площади парни в зеленых бойцовках. Студотряд «Арсис» назначил сбор за час до отправления поезда. Им предстоит путешествие до Москвы, потом пересадка на самолет до Ямала-Ненецкого округа. Там, в заполярных условиях, им предстоит два месяца строить дороги и новые здания. Студотряды стали возражаться в 2007 году у нас на территории края. И вот за этот промежуток шестилетний, в любом случае, популяризация проходит движение. И студенты сами уже приходят в студенческие отряды, записываются уже с февраля, с января месяца, чтобы поехать на хорошие объекты, в стадии отрядов. Проходят определенное обучение. То есть педагоги у нас проходят обучение в городской школе вожатых, строителей, школа строителей. В этом году обучали на штукатурах маляров и каменщиков и отправляются на работу. Для стройки в Заполярье отбирали лучших из лучших. Строотряд «Арсис» стал третьим в рейтинге. Учитывался и опыт работы, и квалификация бойцов. Олег Шакиров, например, принимал участие в стройке объектов универсиады в Казани. Несмотря на тяжесть физической работы, в жару, под палящим солнцем, едет со стройотрядом снова. Во-первых, общение с людьми, во-вторых, денежку подзаработать. И просто съездить хоть куда-то за пределы города. За работу бойцам студотряда платят от 18 до 30 тысяч рублей в месяц. Но на целину, так называют летнюю работу, их тянет не только это. Новых друзей можно найти по всей России. И только мы в прошлом году познакомились с белорусскими и так далее, с таджиками даже. Очень неплохо общались с ними. На какой целине побывал, чем отличился, какими интересами обладают бойцы, узнают это друг о друге без лишних слов по значкам на бойцовке. Вот эти значки, это кирпичи, они выдаются за каждую целину. Ну, то есть, и получается, можно по человеку узнать, сколько раз он ездил на целину. Это годички, то есть, куда отряд выезжал, на какую целину. То есть, вот, Иваново, Казань. Ну, а эти значки с фестивалей, со всяких. По итогам каждой целины выбирают лучший отряд. Помимо флагов, значков и дипломов, победителям достается и денежная премия. Поощрение студентов за хорошую работу и возможность для них заработать собственное жилье. Вот над чем работает Пермский штаб студенческих отрядов. Вещи, которые могут удержать молодого человека на территории нашего любимого края. Это работа, это хорошее образование, это семья. Ну, и самое важное четвертое – это, конечно, жилье. То есть, если нам удастся все-таки когда-нибудь разработать программу, которая бы объединяла учебу, работу и жилье одновременно, то есть в период учебы могли бы уже направить молодых людей на работу с перспективами получения жилья, я думаю, больше бы талантливых, интересных выпускников у нас бы оставалось. Пока работа в этом направлении только ведется, но у студентов уже сейчас есть возможность заработать в летние месяцы и, конечно, обзавестись настоящими друзьями, присоединиться к строительным студотрядам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!